Гуляя по городским улицам, скверам и паркам, мы зачастую даже не задумываемся о том, что каждый уголок нашего города и его древние здания могут рассказать нам множество удивительных историй о легендарных событиях прошлого. С вами программа «О чем молчит? Время». Здравствуйте! В современной Рязани, теряющей один за одним памятники архитектуры, пока еще остаются островки древности. Ими гордятся рязанцы, и именно их прежде всего показывают гостям. Конечно, главной гордостью Рязани можно считать Рязанский Кремль. Каждый раз, попадая на территорию Рязанского Кремля, я невольно задумываюсь о том, что происходило здесь несколько веков назад, когда Переиславль-Рязанский только-только стал столицей Рязанского княжества. И сегодня мы с вами постараемся узнать чуть больше о самой древней части нашего города. Сегодняшнюю территорию Рязанского Кремля смело можно назвать сердцем города, ведь именно здесь зародилось древнее поселение, получившее название Переиславль-Рязанский. Летописных сведений о зарождении города Переиславля нет. Первое письменное свидетельство о нем содержит рукописная следованная псалтырь XVI века. Там говорится, что в 1095 году заложен бысть град Переиславль-Рязанский около церкви Святаго Николы Старого. Изначально он был небольшой крепостью, и лишь на рубеже XIII-XIV веков Переиславль становится столицей Рязанского княжества. К сожалению, и сегодня еще остаются люди, которые считают, что именно с этого вала в 1237 году наши предки отбивались от войска татаро-монгол. Но, конечно же, это не так. Та битва произошла в Старой Рязани, которая находится недалеко от Спаска. Она буквально смела с лица земли город, и вот уже после этого события столица Рязанского княжества была перенесена сюда, в Переиславль-Рязанский. Ошибочно было бы считать, что только это событие послужило поводом к переносу столицы, поскольку уже и после 1237 года монголы-татары приходили неоднократно и разрушали рязанские города. Но так случилось, что Рязани доставалось много больше, поскольку она стояла на открытом месте. Это вот та самая старая Рязань, которая находится прямо рядом с современным Спаском. А Переиславлю доставалось намного меньше, потому что он был очень удачно расположен с этой точки зрения. То есть в лесах, в болотах, в стране немного атаки, вдоль которой продвигались вражеские войска. Поэтому в 1237 году историки предполагают, что Баты просто не нашел Переиславлю, поэтому прошел мимо. И в последующие годы случалось то же самое. То есть разорялось Рязань, разорялось неоднократно, в то время как Переиславль, видимо, оставался в стороне от всех этих баталий. Поэтому после нескольких десятилетий вот таких разорительных, таких гибельных, можно сказать, для рязанских городов, княжеский двор, епископская кафедра переносится сюда к Переиславлю. Наибольшего расцвета Рязанское княжество достигло в 14 веке во время правления Олега Рязанского. Никогда Рязанское княжество ни до, ни после него не достигало такой силы и величия. Самый загадочный персонаж истории, вокруг которого до сих пор не утихают споры. Великий воин и дипломат, или же беспринципный предатель. Кем бы ни был Олег Рязанский, он остается единственным князем, которого до сих пор помнят, любят и чтят. 14 век – сложное время для Руси. Гнет татар-монгольского иго заставил князей задуматься об объединении усилий в борьбе против общего врага. На первый план вышли пять сильнейших княжеств, в числе которых оказалась и Рязанское. Из этих княжеств, пожалуй, только Рязанское было самым таким вот целостным и сохранилось еще с домонгольских времен. Остальные либо играли какую-то второстепенную роль тогда, либо были созданы уже после вот этого вот великого рубежа в истории, можно так сказать. Встал вопрос, вокруг кого объединяться. Хотя Рязанское княжество и было сильным, но оказалось оно в весьма незавидном положении. Олега со всех сторон окружали недруги – на севере Москва, на западе Литва, с юга – татары, с востока – мордовские племена. В этой ситуации первостепенной была задача сохранить земли и покой княжества. Видимо, именно эти цели он и преследовал, заключая договор с Мамаем перед Куликовской битвой. Вроде бы да. Олег договорился с Мамаем, предлагал им вооруженную помощь и даже, по некоторым сведениям, выплатил ему выход – дань. Но, скорее всего, условием вот этих вот уступок было следующее. Татарское войско странным образом, не заходя в Рязанские земли, двигалось по его границе и остановилось на поле Куликовом. Это была граница Рязанского княжества. Тогда поле Куликово, которое ныне находится в Тульской области, входило в пределы Рязанского княжества. Возможно, поле Куликово было назначено местом встречи союзников. Туда должен был подойти рязанский князь Олег и еще литовский князь Егайло. Вот, не случайно, Мамай медлил и ждал там именно, вот этой помощи. Другой рукой, скажем так, Олег один из первых сообщил Дмитрию об опасности. Дмитрий начал собирать войска. Они, скорее всего, сообщались постоянно. То есть, была московская какая-то разведка в полях и, скорее всего, и рязанская. Вот. И Дмитрий тоже странным образом движется по окраине Рязанского княжества, не заходя и не разоряя ничего. Из колонны, вот из сборного пункта он движется к полю Куликово. Скорее всего, и здесь условие было такое, что, ребят, разбирайтесь там где-нибудь, а мою землю не трогайте. Историки не исключают возможности, что между Олегом Рязанским и Дмитрием Московским был заключен тайный договор. Во всяком случае, на это указывает множество фактов. Во-первых, поле Куликово для татарской конницы было весьма неудобным местом. Оно было довольно тесное. У татар была тактика, которая требовала простора. У них конницы. Они должны были напасть, отхлынуть, сгруппироваться, издалека обстрелять стрелами. Здесь так не получалось. Здесь обе массы войск, и русская, и татарская, столкнулись, и сразу же пошла рукопашная битва. В рукопашной битве русскому воину, конечно, не было равных. Татары, конечно, здесь уступали и по доспехам, да и по умению. Потому что по-другому они немножко привыкли воевать. И поэтому битва произошла. С обеих сторон были ужасные потери. Но русские, в конце концов, победили. Олег на битве этой не был. Но в таком литературном памятнике, который повествует об этом побоище Задонщины, этот памятник называется, написанный с Афонием Рязанцем, указывается, что в числе погибших пали 70 бояр рязанских. А что такое боярин? Это, прежде всего, человек, который привел с собой хоть небольшой, но вооруженный отряд. Получается, что все ополчение рязанское, может быть, даже дружина, за исключением каких-то отдельных отрядов, были в этой битве, участвовали, конечно, в сражении на стороне русских. Интересен эпизод и с литовским князем, который опоздал на Кликовскую битву ровно на сутки. Ведь Олег, как утверждает, дал ему даже своих проводников, чтобы он прошел короткой дорогой через степи Придонья. Как же эти проводники его там вводили, что бедные литовцы опоздали ровно на день к месту битвы? То есть Мамай был лишен своих союзников напрочь, да еще и остался в неудобном для сражения месте. Как сообщают московские летописи, после окончания Кликовской битвы Олег велел переметать, то есть разрушить мосты, а сам сбежал из города. Этот факт также кажется историкам недостоверным. Но это вряд ли правда, потому что Олег, скорее всего, никуда не бегал, а спокойно сидел в своем Переиславле. Вот если внимательно читать историка Дмитрия Ивановича Лавайского, нашего Рязанского, который подробно написал об этом еще в XIX веке, он утверждал по материалу северных летописей, что войско двигалось тихо, мирно. Более того, Дмитрий Иванович Московский даже приказал никого из рязанцев не трогать. И случился все равно инцидент, когда некоторые отряды, какие-то москвичи, решили пограбить в каком-то селе. Рязанцы им, конечно, не доверяли, и сторожевой отряд их сопровождал всю дорогу. Рязанцы этих москвичей похватали и посадили их в погреб в Переиславле. Вот, Дмитрий Иванович Московский и не подумал их выручать. Он пошел дальше, пришел к себе и выкупил вот этих вот москвичей, и уже у себя посадил опять в погреб за слушание своего приказа. Ну, разве так поступает с предателем-то? Тем не менее, Олега назвали предателем. Такую информацию сегодня мы можем найти во многих учебниках истории и даже в научных трудах. И все благодаря московским летописям, ведь именно на их основе ученые сделали подобные выводы. Летопись, прежде всего, конечно, произведение политическое. Каждый кулик свое болото хвалит. Тем более, в то время, когда Москва практически противостояла Рязане, мы считались врагами, естественно, рязанский князь хорошим быть там не мог никак просто. Хотя даже из этих летописей, в общем, добывались такие сведения, которые указывали на то, что Олег был очень весомой фигурой. И хоть и Дмитрий с ним враждовал, но его же и уважал. После победы русского войска на Куликовом поле вражда между князьями возобновилась. Так князь Олег указал татарскому князю Тахтамышу брод через Аку и кратчайшую дорогу на Москву, желая избежать разорения Рязани. Но на этот раз Олег просчитался, за что поплатился дважды. Тахтамыш все же разорил рязанские земли, а впоследствии и Дмитрий Донской в долгу не остался. И «быше рязанцам пуще, чем при Батые», написано в летописи. То есть еще хуже. Олег, конечно, после этого разорения тоже злобу затаил. Прошло время, он напал на Коломну, ограбил ее. В догонку за ним Дмитрий Донской пускает своего двоюродного брата Владимира Андреевича, князя Серпуховского, который тоже как раз командовал засадным полком на Куликовской битве. Князь тоже такой молодой, горячий, бравый. Но здесь рязанцы, как Иловайский пишет, загладили стыд, который при конище, в искорнище был. Они нагло разбили москвичей. И Дмитрий Донской, уже не имея сил просто возиться с беспокойным соседом, первый предлагает мир. Олег, конечно, затребовал видать условия и таких. Возможно, в этих условиях было и возвращение Коломны рязанского города еще, на что Дмитрий, конечно, согласиться уже не мог. Положить конец многолетней вражде удалось Сергию Радонежскому, который специально с этой целью посетил рязанские земли в 1385 году. Сергий Радонежский в миру Варфоломей, монах русской церкви, основатель Троицкого монастыря под Москвой, ныне Троица Сергия Влавра, преобразователь монашества в Северной Руси. Сергий Радонежский необычайно много сделал для русской церкви и для государства, а его идеология сформировала новую великорусскую нацию. Сергий Радонежский почитается русской православной церковью в лике святых как преподобный и считается величайшим подвижником земли русской. Сейчас сложно себе представить, но в 14 веке всю эту территорию покрывали леса, через которые проходила дорога, ведшая из Переславля-Рязанского в Коломну. Видимо, именно по этой дороге в Рязанское княжество и прибыл Сергий Радонежский, а остановился старец в Троицком монастыре. Некоторые считают, что этот монастырь был основан в 13 веке, другие же называют его основателем Олега Ивановичем. Как бы то ни было, историки утверждают, что именно здесь и остановился Сергий Радонежский. И там долгое время он беседовал с князем Олегом. Уж о чем они там беседовали, мы не знаем. Мы знаем только краткое сообщение, что суровый князь Рязанский умилися душою при виде богоравного старца и заключил с московским князем мир на вечные времена. Вот так вот это примерно звучало. Мир действительно оправдал свое название вечного, потому что вплоть до начала 16 века, то есть вплоть до вхождения Рязанского княжества уже в состав Московской Руси, он не нарушался. Ну а закончилась эта история в прямом смысле слова пиром на весь мир. Дмитрий Донской выдал свою дочь замуж за сына Олега Ивановича. И выцарился мир между Рязанью и Москвой на долгие годы. Перед самым концом жизни Олег принял иночество и схему под именем Иаким в основанном им Солочинском монастыре. Там же он был захоронен после смерти. История приоткрывает нам свои тайны во многом благодаря археологическим раскопкам. О чем рассказали историкам предметы, найденные на территории современного Кремля. Как выглядел древний город и жилище наших предков. Какие загадки еще скрывает Рязанская земля. Об этом и многом другом мы расскажем в следующий раз. С вами была программа «О чем молчит время». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова